Спасибо большое за донат. Гарик, сука, чё. Смотрим контент моего детства. Грустиночка приехала. 17 августа. Вместе на асфальте ведут счёт моих дня. Одиночество, боль, нищета, холод, унижение, страх, распредвал и безусловность. Ну, кстати, да, да, мне кажется, что дрим-попчик получился. Чуть-чуть. Всё это тянет меня вниз. Я на самом дне. Адрес там, типа, улица, иди нахуй, дом 5. Страх. Должен быть. Я допомню, но я сейчас... Вместе на августа. Хочу найти ещё раз. Этот момент. 17 августа. Ну, бля, где он был? Давайте поищем. 17 августа. Листья на асфальте ведут счёт моих дня. Да-да-да, улица, иди нахуй, дом 5. Одиночество, боль, нищета, холод, унижение. Я сейчас на такой живу как раз. Страх, распредвал и безусловность. Ты взлом сказал? Спалил адрес хейтерам. Угу. Всё это тянет меня вниз. Распредвал, безысходный. Я на самом дне. И двигаться вперёд меня заставляет лишь одно. Ненависть к пианистам! Золотые времена, когда Кремль спонсировал. Спасибо Еву. Как всегда, с вами я. И сегодня я буду учить играть вас на барабанах. Ебашилова не сдаётся. Ну ладно, если серьёзно, то сегодня мы поговорим о таком понятии, как шаффл. Разберёмся, как его играть. Посмотрим пару способов применения парадидла и упражнения с ним же. Ну, дальше мы пиздёж и так далее. Давай же разберёмся, что такое шаффл. Шаффл – это особая пульсация, которую ты можешь слышать в такой музыке, как хип-хоп. Чтоб ты понял, что такое шаффл, я покажу тебе пару примеров. Шестнадцатые ноты. Шестнадцатые ноты с шаффлом. Теперь, когда ты знаешь, как выглядит шаффл, давай попробуем разобрать этот ритм в парадидле. Чтобы понять, что такое настоящий уличный хип-хоп, давай попробуем применить шаффл в парадидле между хай-хэтом и рим-кликом на малом барабане. Бочка остаётся на первой доле, а потом играем парадидлу между хай-хэтом и малым барабаном. Также понятие шаффл для тебя может быть знакомо, если ты слышал такую музыку, как «блюз». Спустя время более понятно становится, кстати. Добрый день, дорогие друзья. Наши продюсеры сказали, чтобы я говорил более артикулированно. И поэтому сегодня в нашей студии я, Василий Анатольевич и Виктор Зебро. За неделю в нашу студию пришло около сотни тысяч тупорылых вопросов. На сегодня мы рассмотрим самые-самые тупые. Первый вопрос. Ребята часто спрашивают нас, на какую камеру мы снимаем. На газовую. Ребятушки, мы снимаем на газовую камеру. И рекомендуем вам сниматься тоже в ней. Вась, вот очередной тупой вопрос. Как ты относишься к нашему проекту «Ебашилова»? А ты можешь, короче, держать этот листок так, как будто я не читаю текст, осмотрю его? Вась, вот очередной вопрос. Как мы сами относимся к нашему проекту «Ебашилова»? Я бы сказал так. Не так дорого «Ебашилова», как дорого внимания. И оценивать, сколько я готов был к «Ебашилову», это как бы с учетом того, что я хочу делать «Ебашилова», как бы повторяюсь, да? Я бы сделал его таким, чтобы человеку было приятно. А если человек оценивает, насколько «Ебашилово» а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать «Ебашилова» расценивать, то есть как внимание, которое там вот дороже какого-то моего дружеского отношения. Третий вопрос. Вась, нас все время спрашивают про нашу любимую песню. Давай или споем ее хором? Давай! Это же группа «Стигматор». Он тебя целует и говорит , что любит и начали обнимает В сердце прижимает – троему честь. Подожди ты, это же аматоры. Ты что? А в натуре че? Да, да. Это же с альбом «беспросветное дерьмо». Дорогие ребята, очередно... «Беспросветное дерьмо». Честь! Подожди, это же аматоры. Ты что? А в натуре че? Это же с альбом «беспросветное дерьмо». Молодой че? Дорогие ребята, очередной выпуск передачи для самых маленьких и тупых. Кстати, я реально в говно, я не вру, правда Отснят И поэтому я с вами прощаюсь Пока Ребята, все как всегда хорошо Выпуски ебашного будут происходить И мы с вами обязательно увидимся Целую, пока У меня отобрали студию Отобрали ноутбук и плеер Но я вам сыграю особо Чекайте Бабка прогонит там потом Ну реально кто угодно бы охуел от такого под окнами Нормал Короткая реприза Подписывайтесь на меня И на спасибо Ева Спасибо большое за моё почтение